так дорогие друзья вас приветствую на своем youtube канале владислав дудукчанов сегодня я хочу ответить на популярный вопрос который задают директе в телеграме комментариях значит к видео на ю тубе рискован или акции рискован или вкладывать там инвестиции вот это опционы фьючерсы маржинальный инструмент вообще в целом инвестиции рискован или вкладывать фондовый рынок ну давай смотри так рассмотрим потому что ты называешь акции или деньги вложения куда-то это рискованным занятием не так ли хорошо ты идешь через дорогу переходишь перед тем как перейти через дорогу ты не смотришь ни направо не налево и переходишь это рискованно да или нет да теперь ты снова переходишь дорогу смотришь теперь налево и смотришь направо рискованно ли это нет вероятность что тебя собьет машина при том условии когда ты посмотрел на лево и направо ну ничтожно мало то же самое происходит и с акциями подумай об этом если ты приходишь на фондовый рынок без знаний заключаешь сделку каковы шансы потерять твои деньги ответь на этот вопрос ведь велика вероятность того что ты потеряешь деньги ровно так же как и ты будешь если переходить дорогу не посмотрев налево направо и тебя может сбить машина а теперь посмотри так ты попадаешь на фондовый рынок с надлежащим наборов навыков с надлежащим образованием с пониманием механики рынка занимаясь трейдингом каковы шансы что ты не заберу не заработаешь к сожалению люди не так смотрят на это люди же считают что акции фондовый рынок там это рисковая вещь потому что там мой дядя потерял моя тетя потеряла мой друг потерял или я там когда-то терял и вы считаете что это рисковая затея но все в этой жизни сопряжено с риском все хорошее сопряжено с риском потому что даже смотри садясь в машину сегодня ты тоже рискуешь подумай о слове риск да вот что тебе сейчас приходит в голову я думаю что в голову тебе приходит с риск это деньги что можно их потерять ты не задумываешься о том если например смотри едешь ты на велосипеде и что тебя может сбить машина ты же так не думаешь или смотри в следующем до ключе допустим ты идешь и споткнулся сломал ногу ты же не думал что ты и сломаешь правильно хотя риска его в любой есть риск идти мимо здания упадет сосулька да и так далее очень много вот ты не должен думать в таком ключе потому что вот ну мы так устроены что все что есть деньги значит есть риск то есть мы сфокусированы только об одном думать что у нас есть риск только в одном это в деньгах и что мы можем их потерять а за все остальное мы риск не воспринимаем вот это очень такая большая проблема именно на все ты должен смотреть с точки зрения риска что нас окружает на самом деле это действительно так потому что ну те же акции опционы и фьючерсы не знаю инвестиции фондовый рынок рисковали это занятие я бы сказал нет почему потому что если вы не знаете что делать это конечно рискованно но еще раз как предыдущие все случаи я вам привел в пример если вы увидели что нету какой-то опасности осмотрелись налево направо ту риск уже как таковым и не является поэтому поэтому плавать знаете тоже может быть рискованно если вы не умеете плавать переплыть какую-то речку но если вы уже умеете плавать и длина реки или ширина ее не особо большая ли какой не карьер то в принципе риска особого большого грубо конечно он есть но не такой огромный поэтому если вы и подвергаете риску что-то то вероятно это в том там где у вас нет знаний без разницы что это не только деньги как все привыкли думать а это вообще все вокруг но если уже есть у вас знание об этом это становится не так уж и рискованно поэтому я надеюсь довел до вас таком коротком пассиве о том что такое риск и почему рискован или акции или же не рискованны вот относитесь к этому так что мне необходимо знание мне необходим фундамент мне необходимо понимание рынка и мне необходимо очень важная часть также составляющая эмоции как я могу их контролировать и тогда это занятие становится не таким уж рискован если у вас остались есть вопросы какие-то обязательно задайте в комментариях или может быть я в чем-то вам могу быть полезен также напишите в комментариях я с удовольствием помогу ну а всем до новых встреч пока подписываемся на канал ставим лайк и пишем в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть до встречи в следующем видео пока